Всем привет, ребят! Я думаю, ни для кого не секрет, что на Android куча очень, так сказать, плохих настроек, которые являются, можно смело сказать, вредоносными. И сегодня я вам расскажу, как отключить одну из таких гнид на вашем телефоне, чтобы она не вредила ему, а также ваши данные были в безопасности. И, конечно же, речь пойдет про сервисы Android и непосредственно Google. Итак, ребят, настройки эти есть на всех смартфонах, никаких дополнительных приложений нам с вами абсолютно не понадобится. Давайте начинать. Итак, заходим в настройки нашего телефона, далее спускаемся вниз и находим параметр, точнее пункт меню под названием Google. Переходим, попадаем вот в такое меню, оно у меня уже обновленное, и выбираем все сервисы. У вас, возможно, если там более старая версия прошивки или Android, возможно, сразу вы попадете вот в это меню с таким большим списком. Что здесь нам нужно с вами сделать? Заходим под пункт персонализация с учетом общих данных. Итак, смотрите, мы попали сюда. Разрешите приложениям Google использовать данные на устройстве, чтобы сделать Android лучше. Что это означает? Что данные со всех этих приложений, это Яндекс.Карты, заметки, Google Keeper, Gmail, Тиск, YouTube, Chrome, Контакты и внешний носитель, все данные с этих приложений и этих мест и источников анализируются и отправляются к Google. И мы с вами даже представления не имеем, что они там анализируют. В принципе, они получают полный карт-планш к вашим данным. Это там личные фото, это переписки, это какие-то там, я не знаю, мысли и так далее и тому подобное. Может, вы там дневник какой-то ведете. Да, может, они это используют на благо, но, come on, да, это важная личная конфиденциальная информация, которая без нашего ведома просто отправляется на сервера Google и Google, что хочет с ней, так и делает, да. Можно не удивиться, что она потом там где-то всплывет в каком-то исследовании. Поэтому, ребят, все вот это вот отключаем сразу же. Поверьте, все, как работало, так работать и будет, вы просто не будете. Google больше не сможет получать вот так вот ваши данные со всех этих приложений просто так, можно сказать, безнаказанно. Все эти настройки, естественно, включаются автоматически. При установке приложений вам про это, конечно же, не говорится. Это было специально скрыто и так далеко спрятано, чтобы лишний раз пользователи не знали об этом и, конечно же, не могли отключить. Чтобы Google и дальше мог получать кучу информации и фактически официально пользоваться всей инфой, всеми данными, которые есть на вашем устройстве. Вот, ну и уж понимаете, что когда тут эти халочки включат, вы как бы сами дали разрешение, даже если там, ну, к примеру, вы захотите посудиться, вы проиграете, потому что юридически это тоже все просчитано и подковано. Итак, а мы с вами идем дальше. Вторая настройка. Для этого вам нужно зайти в свой почтовый ящик Gmail и перейти в настройки. Я думаю, ничего сложного, я уже просто сразу открыл, чтобы не терять время. И тут, ребят, тоже есть очень много интересных настройок, которые я советую вам отключить. И первая настройка, которую я бы вам советовал очень отключить, это просмотр в виде цепочки. Группировка письма с одной темой в цепочке может занять некоторое время после включения. Ну, во-первых, чтобы понять, да, в какие цепочки выстраивать и так далее, опять же таки, это значит, Google берет, читает ваши письма и полностью их анализирует. Это уже довольно-таки плохо, потому что, да, возможно, как бы целенаправленно никто не читает ваши письма и так далее. То есть, но если это делает машина, значит, есть кое-как, это сохраняется где-то, и значит, там те же хакеры или еще кто-то может украсть это и перехватить ваши письма. Поэтому отключаем. Это наша с вами безопасность. Вот. Соответственно, следующую настройку, которую я хотел бы отключить, Следующую настройку, которую я хотел бы отключить, это настройка, которая называется умные функции и персонализация в Google, да, и других продуктов Google. Ну, вы тут сами можете почитать, что Google может использовать содержимое вашей почты, чатов и видео, чтобы подстраивать работу этих сервисов под ваши потребности. Ну, то есть, опять же таки, мы официально с вами даем Google разрешение читать наши переписки, смотреть наши видео и так далее и тому подобное, вот, чтобы подстраивать какую-то там работу сервисов. Ну, по факту это получаются шпионы на нашем с вами смартфонах, которые первое, а их еще и дополнительно очень сильно тормозят, ну, и являются огромной черной дырой, да, наших конфиденциальных личных данных. Причем, я вас уверяю, ребят, переписки, они читают, ну, 99,9%, все абсолютно, и я думаю, приятно это будет абсолютно никому, ну, когда приятно, чтобы вашу переписку читали. Поэтому, соответственно, вот эту вот функцию под названием 1 и 2 мы с вами отключаем. Все, теперь не сможет Google читать все наши переписки и, соответственно, наши с вами данные будут в большей конфиденциальности и в защите. Также все эти настройки очень хорошо влияют на производительность вашего смартфона, в частности, и также на расход батареи. Он значительно уменьшится, может быть, не на 15-20%, но я думаю, процентов так на 5-6 смартфон начнет работать дольше. Подписывайтесь на канал, всем пока!